Кира, скажи что-нибудь приятное и ласковое. Как можно что-нибудь ласковое говорить, когда вот это все дело собираешь? Да, репортаж для непосвященных байдарочников. Лучше помолчать в такие моменты, чем что-то говорить. Показываем, как выглядит быт байдарочника, живущего во фрагментской палатке. Сходите на байдарку, ничего в этом хорошего нет, оставьте леса нам. Теперь нам с тобой леса хватит, смотрите это пятиместный байдарк, палатка, надувная, коньякс, здесь помещается 5 человек, нас здесь живет четверо и можно спать как звезда, раскинув руки. Вниз мы стелим пеночку, чтобы не было холодно, потом идет сам надувающийся коврик, чтобы что? Чтобы было мягко. Ну и дальше, понятно, спальник, подушечка надувающаяся, да, это карманчики, кому что, очки, фляжка с виски, лекарства, аспирин с одной и с другой стороны. Вот так мы живем. Здесь сеточка, в принципе в жаркую погоду можно расчехлить палатку, открыть окно снаружи или вообще скинуть верхний тент, у кого как. Это большой-большой тамбур, как я всегда шучу, здесь смело помещается мотоцикл с прицепом в нашем тамбуре. Можно стоять в полный рост, вот я стою в полный рост, полно места до потолка, даже виталик сюда поместится в полный рост. Виталик, привет. Виталик даже и сейчас уже поместился. Да, и мы тебе не надо боком проходить, да и раньше не надо было в таком большом тамбуре. Вот такие пироги. Что у нас? Давайте посмотрим на наш лагерь в первой стоянке. С вами в этом году Антон. Привет, Антон. Привет. Скажи, Антон, нравится тебе в походе? Очень. Как тебе утренник кашка? А, кашу ты не ешь. Как тебе утренник коньячок? У нас сходите. Да, коньяк по утрам в наших садах. У Антона компактная палатка, здесь можно спать только в позе эмбриона. Я помещаю. Вот таких палаток можно поставить штуки три в нашу палатку внутрь, и останется место еще. А просто зачем? Вот что я не могу понять, зачем Антону столько воды? Подожди, посмотри, вон, река. Кругом вода. А это еще на реке, номер 17. Это гораздо вкуснее. Это же одна соль. Ну ладно, оставим Антона. Антон, собирайся. Здравствуйте, товарищи! С первого мая у вас, 2 мая. Вот наша Каталония там. Скажи, что не по-каталонски нам в этом году. И товарищи из Каталонии. Саша, Каталония уже тоже наша. Конечно, там наши сколько, посмотри. Они даже к нам в поход приезжают. Каталония наша. Ну у нас туристы из Каталонии. Поэтому я шучу. У нас же Саша из Каталонии. Даша. Классика в черном сегодня. Юга Босс. Так, кто у нас еще из новых туристов? Матвей. Матвей, как тебе в походе? Прекрасно. Что тебе больше всего нравится? Атмосфера. Атмосфера и тишина. Каша и коньяк. Каша очень нравится. Макароны понравились вчера очень. Салат, который мы приготовили, он тоже понравился. Ну отлично. Видишь, я задаю один и те же вопросы каждый год, но каждый раз приходят новые люди, интересно узнать, что они скажут. Тут всегда интересно. Я думаю... А вы всех спрашиваете вообще? Всех спрашиваю. Что для вас? Давайте я вас скажу. Давай. Что для вас означает поход? Поход для меня означает... В жизни называется контрастность. Для меня поход это очень контрастное время проповеджения. В сравнении с тем, что мы делаем каждый день. Каждый день триста. К этому я всегда с радостью готовлюсь. Прискушаю. Просматриваю байдачные фильмы перед началом похода, чтобы подготовить себя морально и эмоционально. И для меня это как сеанс психотерапии, медицинских выражений, так сказать. Ну а в целом, конечно, новые старые впечатления, о которых я за год уже забываю. Скучаете, да? С удовольствием обретаю вновь. Это работа на улице, ну такая физическая такая вот. Пилить дрова, поставить палатку, что-то потаскать, кому-то помочь, от кого-то получить помощь. Это вот такое чувство локтя, приятное. В таком контексте, мнение бытового. Это наше прекрасный природный, уличный кейтеринг на природе на открытом воздухе. Каша, светотрубки, кольяр. В плохой погоде радуетесь? В процессе нет, но как-то странно, чем хуже погода, тем приятнее потом смотреть фильмы, которые мы снимаем. Потому что плохая погода означает вечную борьбу со стихией. И в процессе этой борьбы ты, конечно, страдаешь, но потом есть что вспомнить, а есть на что посмотреть. Ну хорошо. Ну и опять же, струдущик закаляемся. Потом в дождь это видео, потом еще снимем я вот. Хорошо, хорошо. Так, ну а что у нас здесь, Аня? Аня, ты сегодня какую-то нору притащила с собой вместо палатки. Что это такое? Это что за палатка такая? Это мой личный маленький лад. Она точно не промокает у тебя? Тебе ветром не унесет? Она промокает. В ней холодно. Я чуть не сдохла сегодня ночью от холода, но зато... А ты что? Ты в спальнике спишь точно? В спальнике сплю, но было холодно. Ну смотри, будет совсем холодно, приходи к нам в палатку, мы тебя согреем. Хорошо. У нас там надышенная, четверо дышим. У нас пятиместная палатка просто серьезная. Место есть еще. Надышенная. Надышенная. Я если приду к вам в палатку, я опьянею. Духом, да. У вас такие пары. На самом деле, забавная история. Мы же каждый вечер надуваемся на надувающиеся коврики. Вот. И вечером ты их надуваешь, а утром сдуваешь. И когда я утром его сдуваю, оттуда такой перегар где-то из этого коврика. Да, это вообще забавно. Может быть, поэтому у нас в коврике долго не живут, они там это разъедают их изнутри. Так, ну пошли на кухню. Ой! Споткнулся. Вот наша кухня. Вот это наш хрусталь. И даже в нем еще остался коньяк. Между прочим, любезно предложенный нам Митей. А вот это лимончелло? Друзья, весь вампи. Это лимончелло, которое сделал Сергей. Сергей, вот твой лимончелло. Она, оказывается, так в коробке стояла, замаскированная. Вот. Что у нас еще? Вот он там недопитый подранок стоит в Финляндии. Финский. Вот. На самом деле, здесь уже ничего интересного нет, кроме оставшихся остатков салата, который был очень вкусен вчера. Очень полезен. Ну вот все, чтоб все уже собрали. А? Давайте за Каталонию. За Каталонию, почему нет? Юля? Катик, нож? Нет, не мой. Татьяна, что ты скажешь родственникам, что в городе остались? Я, мол, помыла. Почему это? Мы все помыли. Все помыто. Все чисто. Там был чай. Ну, о чем? Татьяна, все о хозяйстве. Все о хозяйстве. Ну, ладно. Поход при взрывотходе. Начало просто здоровское. Оно такое будет и продолжение. Ну, отлично. Твоими устами, Татьяна. Ну, все, мы пошли собираться. Увидимся на следующем стоянке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.